Мы выбрали это место не просто так, мы находимся рядом с ЖД вокзалом и автовокзалом, и центральным рынком. Это те места, как раз-таки, где скопление бездомных людей. Плюс у нас теплотрасса есть рядом, где раньше жили люди, сейчас они там не живут. Не знаю, повлияли ли мы на это, возможно, да, потому что сейчас там никто не живет. Раньше, когда мы открылись, они там жили. Плюс зимой рядом с нами ставят палатку обогрева, тоже недалеко, вот как раз через небольшой ложок, где вот теплотрасса. И к нам ходят все бездомные нашего города, которые живут либо в палатке обогрева, либо на вокзале спят. То есть мы самые близкие. Что касается человеку нужен человек, мы со своими ребятами подопечными дружим. То есть я стараюсь быть с ними на одной волне, я могу посидеть с ними в первой комнате, поиграть во что-то, попить чай. Я могу пошутить с ними над собой, пошутить над ними, пошутить иногда. Но над ними я стараюсь не шутить, потому что они могут обидеться. Я могу не обидеться. Мне сегодня, допустим, моя подопечная сказала, что мне не идут прямые волосы. Мне лучше было с кудрявыми. Это классно, что она это заметила в принципе. Это же хорошо, что она обратила внимание. Я говорю, спасибо, я учту. Но мы посмеялись, я говорю, а ты, может быть, тоже хочешь изменить себя. То есть из этого я как бы построила диалог с человеком. Я могла обидеться и сказать, что больше с тобой говорить не буду. Нет, но то, что они уже говорят с тобой, это уже классно, потому что они обычно не говорят, ну они когда первый раз приходят, они вообще очень так осторожно с тобой общаются. И когда вы можете просто там зацепиться за какую-то тему и начать ее развивать, это уже хорошо. Поэтому мы стараемся с ними подопечными дружить. Очень часто, если у нас в центре побудешь, то ты слышишь, что мы говорим друг с другом на «ты». Они с нами, мы с ними. Это, наверное, мне многие говорят, что это какая-то ошибка. Но я считаю, что нет. Я считаю, что это нормально. Потому что мы, я, мне не 60, не 70, не нужно с тобой разговаривать на «вы». Им тоже не 60 и не 70. И с ними можно не разговаривать на «вы». Не со всеми. С некоторыми, конечно, мы как бы на «вы», и они к нам на «вы». Но с ребятами, кто давно здесь, кто давно ходит, кто давно с нами, кого мы хорошо знаем, то на «ты» уже разговариваем. Я еще состою в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». Я информационный координатор поисково-спасательного отряда. Этим я занимаюсь тоже с 19 лет. Пришла туда абсолютно так же случайно. Увидела ориентировку, что ищет мальчика. Мальчику 19, болеет диабетом. Нужно постоянно колоть инсулин. Мне стало интересно, что вообще, как человек пропал. Такое бывает. И писали, что очень нужны люди, которые могут просто расклеить ориентировки. Я такая, класс, просто расклеить ориентировки. Я гуляю с собакой. По вечерам я могу спокойно расклеить ориентировки. Мне их привезли. И дальше так же осталось. Потом, через, наверное, уже месяц я уже стала информационным координатором. Информационный координатор занимается тем, что, когда заявка приходит о пропавшем человеке, у нас есть горячая линия. Туда поступает заявка о том, что человек пропал. Она приходит в наш регион, потому что лиза-алерт есть во многих регионах России. Можно сказать, даже во всех. И я прозваниваю эту заявку. То есть я первая, кто разговаривает с родственниками. Я первая, кто разговаривает с полицией. Я первая, кто разговаривает с спасателями, если это нужно. Я передаю информацию в ЕДДС, единую диспетчерскую службу, чтобы все знали о том, что, допустим, в лесу потерялся человек. Именно в таком лесу. Ну, именно вот в том месте. Также я первая, кто разделяет радость о том, что человек найден жив. Потому что чаще всего я, если это лесной поиск, то я сама звоню родственникам и говорю, что все, мы выводим, человек в порядке. Если это найден, погиб, это я не сообщаю. Это делает полиция. Вот, но, естественно, они мне звонят сразу же. Они звонят и говорят, нам позвонили из полиции. И вот сказали, что человек найден, погиб. То есть мы и плачем вместе. Мы как радуемся вместе, так и плачем вместе. Собираю людей на поиск. Отслеживаю экипажи, чтобы все доехали до места, куда нужно приехать. И от этого места до дома. И всегда на телефоне. Потому что ребята в лесу, им может понадобиться от меня все, что угодно. Выводить человека из леса иногда. Это нужно. Эвакуация, вызывать скорую туда. То есть я всегда на связи со всеми. Потому что мне нравится именно вот это вот чувство, когда ты звонишь, и твоего звонка ждут. То есть от тебя ждут какой-то помощи. И ты знаешь, что ты можешь помочь. То есть нет такого, что я просто позвонила, потому что мне интересно послушать какую-то историю. Нет. Я звоню, и я уже во время прозвона, я думаю, что я могу сделать для данного человека. Куда я могу кого отправить. Где проверить, что посмотреть. Конечно, бывают поиски, когда ты ничего не можешь сделать. Это когда тебе позвонили через месяц. Когда человек пропал уже месяц назад. Естественно, ты не можешь посмотреть камеры, которые были рядом, потому что записи не хранятся так долго нигде. Ты не можешь куда-то отправить людей, потому что это бесполезно. Даже женщина, которая проходила мимо этого человека с коляской, она уже не вспомнит, что она месяц назад проходила мимо этого человека. Иногда бывает такая ситуация, что, допустим, пропал сын у женщины в возрасте. И она просто не знает о том, что есть такие поисковые отряды. Она не знает, куда обратиться. Она звонит в полицию первым делом. Полиция не всегда успевает тоже снять эти камеры, потому что у них еще кучу работы. Есть мы, но про нас знают мало. И если бы нам звонили раньше, это было бы круто. Но иногда нам звонят, когда проходит месяц. И если бы камеры хранились хотя бы до трех месяцев, это уже было бы хорошо. Потому что даже месяц это хорошо. Некоторые камеры хранятся по четыре дня. Вот ты встречаешь, допустим, приходишь, говоришь, здравствуйте, а можно посмотреть камеры? Они такие, да, конечно. А вам за когда? Ну, ты говоришь, ну, вот неделю назад. Они такие, нет. Почему? Ну, потому что камеры хранятся четыре дня. Четыре дня это очень мало. Мне кажется, что я закрываю одно другим. Потому что здесь я тоже помогаю людям, но я не получаю обратную реакцию. То есть я не слышу иногда, они просто приходят, ты им помогаешь, и они уходят. Ничего не говорят. То есть они просто больше не приходят сюда. Потому что я их понимаю, они хотят забыть этот период жизни. Это нормально. Я бы тоже хотела забыть этот период жизни и не заходить потом сюда с тортом. И говорить с тортом. С тортом или с тортом? С тортом. Что еще? Непонятно, как действовать. То есть нет механизма. Нет механизма, по которому я смогу взять пять человек и одинаково отработать. Поиск я могу отвести одинаково. То есть я знаю, что мне нужно отправить людей, которые будут искать. Я знаю там место, куда отправить. Да, если мы знаем, куда человек ушел. Мы знаем, как это работает. То с человеком так не работает, который обращается в дневной центр помощи. Потому что у него может быть из одной проблемы еще вытечь 10 проблем. То есть не только я потерялся, а еще я потерялся. Я потерял документы. Вообще меня выгнали из дома. У меня нет работы. И потом еще оказывается, что там ВИЧ положительный человек. И это нужно еще больнице. То есть вот это много очень. Поэтому здесь, наверное, да. Здесь дело в том, что здесь сложнее. Потому что здесь нет какого-то одного механизма, который будет работать с каждым человеком. Здравствуйте. А вы сегодня, да, у нас? Нам придется переехать. Анонимные алкоголики сегодня. Мы не делим их на граждан, не граждан. Кто обратился, тот обратился. К нам же не придут просто так. Я не видела людей, которые просто шли с работы. И просто пришли к нам. Ну, то есть чай попить сюда не придут просто. Даже я бы, наверное, не пошла. Ну, не идя мимо дневного центра помощи бездомным. Такая, пойду к ним схожу. Зачем? Просто нет. Не просто не пойду. А если что-то случится, то пойду. Поэтому если он обратился, даже если он гражданин другой страны, значит, ему нужна помощь. Даже в том же душе, чае или одежде. Или, может быть, с документами проблем. Были у нас и ребята с Украины были, и кто-то еще был. Были, в общем, случаи есть. Ну, из регионов к нам едут, потому что Пермский край, он очень большой. Эти маленькие города, очень маленькие, куча деревень, куча сел, поселков. То есть это что-то очень маленькое, где нет работы. То есть там работа есть только, допустим, у тех, у кого есть трактор. Но зачем на деревне там 20 домов, зачем там 20 тракторов? Нужен только один. Остальным нечего делать. И они едут сюда. Они едут в Пермь, они едут в Пермь искать работу, но не всегда это получается, потому что где-то не хватает прыткости какой-то людям, где-то не хватает наглости. Сначала, наверное. Потом она появится. Со временем она появляется. Где-то стесняются, где-то думают, что не смогут, потому что некоторые приезжают, ну вот приходят, обращаются в центр. Вроде бы там есть образование, допустим, газовщика, да? И говоришь, а почему по профессии не работаете? Да ну как, что я там буду делать? Я простой, а они там вот все уже как бы другие вроде. Ну а почему нет? То есть человек просто не думает, что он может больше. Он думает, что ну мне вот нормально там настройки, чтобы меня никто не видел. Вроде тихонечко, спокойненько, никто обо мне не знает, все хорошо. И я точно справлюсь. Но и там можно справиться. Не хватает решительности вот какой-то, чтобы прям взять и сказать, я точно смогу. Здравствуйте, меня зовут Женя, я хочу устроиться на работу к вам. Именно к вам. Других вариантов я не рассматриваю, такого нет у них. Чаще всего это проблемы в семье. Чаще всего это выгнали из дома, это отбывало наказание, продали квартиру и не дали денег, как и обещали. Это завещание переписали на кого-то, кому-то другому досталось жилье. Все-таки поссорился с женой, выгнали родителей, или дети выгнали родителей. То есть вот такие истории. Это вот самое у нас распространенное. Ну и ребята из мест лишения свободы. Но это опять же все семья, потому что про них забывают. Они сначала какое-то время их поддерживают, смотря на сколько люди туда попадают. Если это год, то дождутся. До пяти лет, я думаю, вполне могут дождаться, если мужчина, женщин нет. А если мужчина, то до пяти лет могут дождаться, а после пяти уже никто не ждет. Люди, которые освобождаются с мест лишения свободы, это отдельная категория. Ребят, кто к нам обращается, много. Бывает прямо вот сегодня освободились, уже у нас стоят в той же одежде, в которой освободились, вот в этих вот куртках, где эта полоска какая-то сзади. Тут все еще пришито, вот этот вот фамилия, имя, отчество. И так приходят. Но там, честно говоря, долго нужно с ними работать, потому что некоторые были там пять лет, больше пяти лет. Этот мир абсолютно изменился. Он даже для нас меняется. Мы хотя видим здесь, мы здесь, мы все это видим. Мы видим, как рубль падает, растет, поднимается, что-то с ним происходит. Мы это все наблюдаем. А они нет, они этого не видят. У них вообще другое представление. Они думают, что придут, и все будет как раньше. Но даже город меняется просто на тысячу процентов. И через пять лет уже 50 новых домов стоит в одном месте, а он не ожидал. У него там вроде кто-то жил и знакомых, а дом снесли, уже построено 50 других. И тут им вообще тяжело. Мы долго, долго. Мы сначала его отпускаем. Потому что мы понимаем, что сразу ничего не сделать. Скажешь, заселиться. Он скажет, к вам, нет. Потому что он не понимает, что это такое. Кто такие, что такое дневной центр, тут территория передышки. Он пришел, ему сказали, тут одежду можно взять. Одежду. Они меня жить зовут, а точно они меня не похитят? Ну, это вопрос. Потому что раньше не было никаких там, не было никакой территории передышки. Он жил, может быть, в этом доме, кстати. Раньше. И тут не было. Тут, может, не знаю, ковры продавали. Кстати, правда, ковры продавали. И нас, ну, они не доверяют сначала. Но потом тихонечко, если он будет продолжать ходить, это отлично, если он будет продолжать ходить. Потому что в первое время он все равно пойдет к друзьям, к старым, к родственникам. Сначала его примут. И так чаще всего бывает. Сначала принимают, потом говорят, ну, что-то надоел. Давай как-нибудь дальше сам. И потом снова мы, снова каждый день. И ты тихонечко. И ты сначала не настаиваешь на том, чтобы они с тобой разговаривали, там, сказали тебе, там, статью, как так получилось, что случилось. Просто ходишь мимо, улыбаешься, как-то пытаешься заговорить, там, привет или здравствуйте, до свидания. Ну, и дальше человек уже растает и подойдет сам, когда ему нужно будет. Можно понять, там, это кража или убийство, потому что они ведут себя абсолютно по... Мне кажется, по-разному. Одни более такие закрытые, а другие, наоборот, такие вроде брыдкие. Ну, вот, за какие-нибудь там воровства. Они как бы... Они не считают, что это стыдно. А вот ребята, которые освободились по статье, там, убийства, даже по неосторожности или там в драке как-то, они все равно немножечко стыдятся этого. Вот. Но иногда очень видно, кто как отбывал наказание. Потому что все еще есть вот эти вот касты какие-то, на которые они делятся. И видно, что у меня даже было несколько таких случаев, когда зашел... Пришел мужчина, следом за ним зашел другой. Они не... То есть они никогда не приходили вместе, они как бы здесь не пересекались, у нас именно не пересекались. Но, видимо, они отбывали наказание вместе. Потому что один сел за стол, а второй, который всегда за этим столом сидел, сел рядом. То есть не за стол. И еще он начал делать ему чай. Я это... Если я это вижу, я это пресекаю сразу. Я говорю, поставь стакан обратно, а ты встань, пожалуйста. Ну, вы, ты, не знаю, смотря на сколько я уже хорошо знакома с человеком, встань и сделай сам себе чай. Потому что здесь, я говорю, здесь это не работает. Я говорю, не хотите, вот так вот, вы можете на улице, как бы, подождать, кто тут пока первый, пока закончит, еще что-то. но, но, естественно, я сделаю так, чтобы здесь остался тот человек, который отошел. Ну, то есть, который плохо как-то, видимо, отбывал наказание. Но обычно они не спорят со мной никогда. Они говорят, да, все окей. Ну, как бы, потому что, ну, это не то место, где мы должны, где это должно вообще как-то вспоминаться. Это, я говорю, вы оттуда уже освободились. Все, этих законов нету. Понятно, что по каким-то их личным критериям, там, они должны соблюдаться. Но здесь, ну, я не хочу, чтобы это соблюдалось здесь. Были случаи, когда люди вели себя очень неадекватно, ну, приходилось, ну, на самом деле, ГБР вызываю, но не всегда боюсь. Но бывали пару случаев точных, когда прям мне было страшно. Обычно я не боюсь пьяных людей, которые приходят пьяные, и не боюсь тех, кого я уже видела несколько раз. То есть, я знаю, что он ничего мне не сделает. Это просто состояние вот его сейчас. Его где-то кто-то, видимо, разозлил, и он пришел к нам. Вот. Я, по-моему, было два случая, когда я встречалась с людьми, которые с ментальными особенностями. То есть, это, ну, психиатрические какие-то заболевания. Вот от них, правда, ты не знаешь, что ожидать. Потому что человек меняется в секунды. Вот. Но тогда мы просто, мы вызываем ГБР и уходим сюда. То есть, мы не сидим там с ними. Если человек пьяный, то я стою там, жду ГБР. Я могу, как бы, ну, чтобы он к другим не лез. А если я вижу, что человек не делал ни в алкоголе, и не в наркотиках, он не, ну, не в состоянии какого-то эффекта, а в состоянии вот именно шизофрении, возможно, то мы уходим и ребят сюда забираем. И оставляем. как бы, мы вдалека смотрим, что, как бы, он там, и все. А ГБР что такое? Группа быстрого реагирования, у нас кнопки. У нас просто сейчас очень такой случай на глазах, это мальчик, мальчик, 24 года, и он совсем ничего не понимает. То есть, ну, он совсем, вот он, он забывает, где он спал, он забывает, спал ли он вообще. Он забывает, что он сегодня приходил, он может прийти через час и сказать, а можно в душ? Мы говорим, но вы были, я не был. Вот, мы нашли его родственников, но они отказались от него, сказав нам, что они устали. И не осуждаю, устали, но и не приветствую то, что они делают. Все-таки, я, у нас вот Даша, специалист по социальной работе, она объясняла его маме, что вы понимаете, что он сам не справится, ему нужен человек рядом, если вы будете рядом, и он будет принимать таблетки, то все наладится, он станет более понимающим, начнет соображать, невозможно он сможет работать, он сможет в той же доставке работать, это не будет ему мешать, если постоянно принимать препараты, но она настаивает на том, что она устала. Вот, и мы сейчас ищем врача, психиатра, который будет нам помогать с такими людьми, дружественного врача, а не тот, который нам говорит, что нет, вообще выйдите отсюда, потому что это взрослый человек, и вам ничего нельзя говорить и показывать, даже рассказать. Мы иногда просто, ну вот, мы ходили с ним, хотели хотя бы узнать, что вообще за диагноз, то есть, ну, мы почитали бы в интернете, посоветовались бы с кем-то, как помочь такому человеку, но нам даже диагноз не сказали, потому что это секрет, врачебная тайна. Вот к нам даже за последние, наверное, месяца два, обратилось три человека, вот, ну, это либо женщины, такие, которые, да, женщины тоже были, но женщины, возможно, они что-то пережили, но они об этом не говорят, но они обычно почему-то приезжают в наш город и уезжают, они вообще путешественницы такие есть, вот они, и три молодых парня было вот за последние три месяца, прям молодых, вот 25 лет. С чем связано, вот, у последнего спрашивали, как получилось, он, так получилось, у другого молодого человека были проблемы с наркотиками, принимал наркотики и в какой-то момент попал на банную гору, в психиатрическую больницу, сейчас живет в центре социальной адаптации. Но он до этого к нам приходил, он был абсолютно другим. Да, это случилось, он приходил, он уже жил в центре социальной адаптации, потому что с родственниками, ну, с родителями не уживался в одной квартире, и плюс, видимо, употреблять начал, и родители, видимо, отвернулись, вот, все было хорошо, он даже, я один раз пришла с друзьями в бар, и он там работал официантом, я это прекрасно помню, потому что я сначала такая, все, мне нельзя пить, но потом я думаю, ну, что такого, ну и что такого, да, я ему запрещу, мы запрещаем приходить сюда в алкогольном опьянении, но я же не на работе, значит, можно, вот, а потом он через полгода пришел уже с, уже из психиатрической больницы, абсолютно другой, он ничего не слышит, ты с ним разговариваешь, он говорит, я ничего не знаю, я не помню, где я был, я вообще ничего не понимаю, и пришлось вот заселить пока в Центр социальной адаптации, может быть, еще придет в себя. Бывают случаи, если женщина прям в крайней бездомности, если она дошла до этого, я, ну, у нас они просто погибали на улице, они даже никуда не шли, даже если ты их зовешь, они не идут, потому что они как будто бы больше не верят в себя, не верят в людей, не верят никому, и они вот, у нас была женщина, девушка, Оксана, мы очень долго пытались, мы ее звали, мы ее хотели отправить в Центр кризисный для женщин, она никуда не шла, и она умерла на трубах, но она прям совсем никуда не ходила оттуда, она вообще, она даже с людьми особо не общалась, даже с теми, кто рядом с ней там жил на этих же трубах, она с ними не общалась, вот, но она как будто бы уже просто решила, что все, она ничего не достойна абсолютно, и только вот жить здесь на трубах, вот тут вот в таком случае, что делать, то тоже, наверное, нужно подключать и психологу, у нас есть психолог, но она даже к психологу не приходила, а психолог на трубах, где куча народа не может работать, вот, женщин намного меньше, ну процентов, наверное, если поделить их, то 70 на 30, ну, потому что у женщин же больше социальных связей, в любом случае, и женщину пускают проще домой, чем мужчин, то есть даже если прийти к друзьям мужчине, то это будет странно, потому что, допустим, у его друга есть семья, дети, да, ну вроде как бы чужого мужчину в дом с детьми не каждый пустит, а девушку пустят, а мужчину не пустят домой, поэтому женщина, она дольше держится, вот именно в скрытой бездомности, но придет, приходит момент, когда, ну, просят уйти, и идти некуда, и приходят, к нам приходят, мы помогаем женщинам, ну, мы работаем не так, как с мужчинами, мы заселяем в хостел, но у нас там более, как-то процесс всегда быстрее идет, потому что мужчины, им как-то долго раскачиваться нужно, а женщина, она как будто вот прям сегодня уже готова, она вот сегодня обратилась, и завтра она готова работать, и были случаи, когда у нас женщины жили всего там, ну, которые вот именно с охраной, то есть некоторые отбывали наказание, вот как наша Наташа, по полу жизни, несколько раз, а другие, которые вот, ну, не отбывали наказание, просто так получилось, что они оказались в такой ситуации, они, у нас была девушка, которая вообще работу нашла через три дня, и съехала через четыре недели, то есть ей всего, ей нужен был всего месяц, она прям пришла с вещами, начала работать, и также с вещами ушла в съемное жилье. В хостеле у нас мы заселяем бесплатно, то есть мы не берем с человека никакую плату, единственное, что мы просим соблюдать правила хостела, и просим звонить своему сопровождающему специалисту, раз в неделю хотя бы, приходить на консультации раз в две недели, лично, если не получается, то звонить. Первый месяц мы даем время на какую-то акклиматизацию, то есть мы не настаиваем на работе, мы заселяем человека и просто ждем, пока он выдохнет, придет как бы в себя и сам придет к тому, что ему нужно устроиться на работу. Случаи бывают разные, нету рамок по вот именно сколько, срока нету, мы не ставим срок, но вообще мы всегда, нет, у нас есть он в голове, что три месяца, то есть мы, как мы это, почему три месяца выбрали, потому что мы думали, что месяц на то, чтобы вот восстановить документы, прийти в себя, второй месяц найти работу, получить первую зарплату и купить себе обязательно телефон, потому что они все хотят телефон, у нас ребята молодые, в основном, обращаются чаще всего, и они всегда, что купишь с первой зарплатой, телефон, это тоже круто, это их потребность, им нужен телефон, у меня же есть телефон, сенсорный, я могу сидеть вконтакте, они тоже хотят, это нормально, поэтому пусть он первую зарплату потратит на телефон, и вторая зарплата уже на съем жилья, но не так, это в идеале, это как мы себе видим, но бывает дольше у нас живут, у нас живут люди по полгода, по году, кто-то уходит, потом возвращается, мы снова заселяем, но если сам ушел, там без каких-либо скандалов, потому что бывает, у нас бы были драка, один раз в хостеле была, ребята подрались в Новый год, отмечали Новый год, подрались, тогда, да, мы тогда попрощались с обоими, потому что это было страшно, там даже драк не назвать, они как-то слишком, друг друга били, как покушение, я бы сказала, ну там полиция, как бы все были, полиция приезжала, вызывали полицию, другие ребята из хостела, вот, тогда выселили, даже если человек выпивает, приходит пьяный, там набуянит, и сам выселяется, уходит, ну они понимают, что они чувствуют себя виноватыми, уходят, но потом, если придет, мы все равно заселим. Самый огромный социальный барьер у людей, что касается, вот если по отношению к бездомным, это то, что они считают, что с ними такого не будет, что это он сам во всем виноват, вот он такой, сякой, плохой, но хочется, чтобы все знали, что это может случиться с каждым, поэтому мы делаем эти фотовыставки, мы пишем историю человека, что он был обычным, допустим, врачом, опять же, но стал вот бездомным, и что любой врач в больнице может стать бездомным, ну, мне кажется, это пример, и люди понимают, что да, они тоже могут, ну, так может случиться, никто не застрахован, если можно купить страховку от бездомности, ну, класс, но я ни такого не встречала. Ну, уникальный случай, у нас есть подопечная Наташа, я не скрываю имени, потому что ее везде знают, она снималась в фильмах, лампа у нас документальных в Перми, и долго мы с ней работали, это не быстро, и поменялось два или три специалиста по социальной работе, потому что девочки уходили уже, она все еще оставалась, вот, долго работали, у нее сначала все получается, она устраивается на работу, в какой-то момент говорит, мне не понравилась наша директор, я послала ее на, говоришь, почему? потому что она мне сказала, что я тряпку, она мне дала тряпку другую, а я хотела мыть другой, но она дала так, ту тряпку, которая не царапается кафель, потому что она работала уборщицей в элитном каком-то доме, и ей тряпка не понравилась, и она поэтому послала человека, и не стала там работать, думаешь, окей, хорошо, давай дальше искать работу, снова находит работу, все хорошо, она говорит, там такие прекрасные сотрудники, там так все хорошо, там так все классно, в какой-то момент приходит, говорит, я уволилась, почему? А я опять кого-то там послала, окей, вот, и так мы поменяли кучу работ, за, ну, мы все, вот, время существования, она первый, она первый клиент передышки, и мы все еще ее ведем, и у нее все получается, она снимает себе комнату, она живет, либо она жила у нас в хостеле, очень долго, год точно, мы тогда еще лечим, мы тогда, она заболела, и мы долго ходили по больницам, по врачам, поэтому, как бы, тут вопросов нет, она не работала, она жила у нас, но когда она работает, она снимает сама себе жилье, живет в нем, но все равно, вот, что-то бывает, что она увольняется, и нечем платить, и она возвращается к нам, и сейчас она живет в Москве, как раз таки, когда она участвовала, вот, в кинофестивале «Лампа», когда про нее сняли документальный фильм, она познакомилась с актрисой Москвы, я не знаю эту актрису, потому что она, ну, взрослая, я знаю точно, что она снималась в «Ранетках», потому что мне так объясняли, кто она такая, играла учительница там, и сейчас, и она ее увидела, Наташу нашу, она ей чем-то, как-то приглянулась, потому что она уехала в Москву, обратно, все, она потом позвонила, связалась с нами, сказала, что вот Наташа ваша подопечная, я бы хотела с ней поговорить, мы дали номер телефона Наташи, они переговорили, но тогда Наташа уже тут работала, и жила в съемном жилье, и все, и она работала на той работе, где ей нравилось, вот точно понравилось, то есть не было там, ну, пока, возможно, было через еще полгодика, она нам, может, кого-то послала, вот, но тогда она работала, и все было хорошо, но Наташа очень быстрая на подъем, то есть ей говорят, ей предложили приехать в Москву, и жить у этой актрисы, смотреть за домом, за городом, Наташа к нам пришла и сказала, девочки, я еду, мы, как, я говорю, ну подожди, у тебя же вот все получилось, давай подумаем, нет, все, если я не поеду, я себя не прощу, в общем, Наташа уехала, но Наташа уже хочет обратно, потому что прошли, прошел уже, прошли полгода, когда Наташе нужно что-то менять, вот, это уникальный случай, наша Наташа, это уникальный случай, потому что тут не кончается сопровождение, но при этом оно хорошее, позитивное и очень прекрасное, да, она даже говорит уже по-другому, то есть раньше там без мата не было, даже в двух словах все равно был мат присутствовал, сейчас этого нет, она стала спокойнее, она уже даже держится на работе дольше, то есть если раньше мы месяц могли поработать и всех послать, то теперь мы можем полгода-год поработать и никого не послать, вот, и я думаю, что ее нужно было всегда заземлять, ее все еще нужно заземлять, то есть она звонит, все, я со всеми ругаюсь, уезжаю, я говорю, нет, подожди, давай подумаем, и она уже соглашается думать, то есть нет такого, что нет, все, это не обсуждается, нет, сейчас можно хотя бы обсудить, я думаю, что когда-то тихонечко, маленькими шажочками мы дойдем до того, что Наташа станет прямо уже, милой, милашкой. Перед тем, как я стала помогать бездомным людям, я помогала бездомным собакам, кошечкам, мы с подругой Ирина Чудинова, которая тоже, кстати, в дальнейшем здесь работала, решили, что, нет, не решили, это случайность получилась, мы шли домой, увидели щенка, одного сначала, достали из-под какой-то трубы, покормили, привели ко мне домой, потом снова увидели какой-то пост о том, что опять какие-то собаки умирают под трубами, на улице зима, это щенки, мы поехали туда, помогали их доставать, Ирина ползала в эти трубы, а я на улице караулила, там с едой сосисками стояла, приманивала, каким-то образом у нас получилось несколько собак уже, у Ирины скоро две, по-моему, или три дома жили, у меня две, и какой-то молодой человек вышел на нас в социальных сетях, увидел, что мы помогаем собакам, мы писали посты просто, что вот мы нашли щенка, хотим пристроить, или там помогите оплатить счет в клинике, потому что их же нужно было лечить, он увидел, что мы этим занимаемся, просто вот просто взяли, решили и пошли заниматься, у нас нет никакого фонда, у нас вообще ничего нет, у нас нет, мы не состоим в тех кругах, где вот были зоозащитники, нас там не было, нам было по 17-18 лет, и он сказал, что у него есть крутой дом, старый, правда, в центре города, и он готов нам дать этот дом, чтобы мы там своих собак держали, ну и таким образом об этом узнали зоозащитники, к нам начали больше обращаться с просьбой о том, чтобы забрать каких-то щенков, вылечить их, и так у нас было 16 собак, в общем, в общей сложности. Одновременно в доме было 16 собак, и уже тогда мама не понимала, говорила, что ну как-то странно, вроде все учатся, гуляют, а ты к собакам ездишь, приезжаешь, все грязные, там все стирать надо, ты пахнешь собаками, непонятно, ну с этим смирилась, дальше вот началось, что я начала кормить бездомных, тоже сначала вообще никак, мне мама говорила, что раздевайся вот у дверей, и сразу все в стиральную машину, потому что ты принесешь какую-нибудь заразу, ты заболеешь чем-нибудь, ты нас заразишь чем-нибудь, вот, но потом со временем она начала как-то более принимать, более понимать, что это не просто пятиминутное увлечение, которое сейчас мне понравилось, завтра я скажу, ой, все, мне надоело. И она поняла, что я этим живу, и как-то свыклась с этой новостью, но долго прошло времени, год точно, она мне говорила, устройся на нормальную работу, на нормальную работу, это не работа, то, чем ты занимаешься, это просто, ну, что такое волонтерство вообще, это волонтерство, это не работа, там, зачем работать за какие-то маленькие деньги, у нас зарплата была в первый год вообще, там, такая супермаленькая, и мама не понимала, она говорит, ну, зачем ты же можешь, там, пойти получить высшее образование, потому что я тогда уже закончила колледж, получить высшее образование, работать юристом, как я всегда хотела, и все, ну, мне уже, я уже нашла себя, мне уже не хотелось дальше, там, работать за деньги, за большие, искать какие-то эти работы, вот, но мама привыкла, сейчас она нормально к этому относится, ну, у меня еще есть молодой человек, мы когда познакомились, ну, я уже этим, естественно, всем занималась, сначала вроде, да, класс молодец, но потом тоже, то, что я начала много где-то пропадать, вечером с телефоном в руках, там, прозваниваю заявки, или мне кто-то звонит, что там срочно человек на улице, в инвалидной коляске, нужно что-то сделать, ты звонишь, что-то ищешь, времени, естественно, уделяешь меньше, и тоже он, ну, вроде, ерундой какой-то занимаешься, зачем всем помогать, они все взрослые, пусть сами разбираются, почему ты должна это делать, тоже столкнулась с таким непониманием, но это тоже сначала, то есть мне кажется, это просто потому, что в окружении вот моих родственников, друзей, молодого человека нет людей, которые кому-то помогают, то есть они просто, ну, ходят на работу, пришел в 8 утра на работу, там, в 5 вечера ушел с работы, и теперь никто не звонит, ничего не происходит, нет каких-то там, ой, сейчас умрет человек, нужно срочно что-то делать, вот, ну, со временем все равно они понимают, что для меня это важно, самое главное, у меня нет времени на что-то еще, допустим, там, поиграть на гитаре, научиться играть на барабанах, у меня, я просто не знаю, когда, когда это сделать, ну, из того, что нравится, летом стараемся с друзьями ездить на природу, с палатками, на сплавы, то есть какой-то такой активный отдых, я приводила, на самом деле, своих знакомых, друзей, вовлекала в какие-то вот эти процессы, и они вовлекаются, то есть не всегда, понятно, что нет такого, что да, вот я каждый день буду приходить к вам там в центр, чем-то помогать, но так, если попросить, что ребята у нас, вот, допустим, сейчас вот у меня заболел водитель, у нас заболел водитель еды на колесах, нужно было искать замену, не могли найти, я позвонила своему другу по совместительству, это муж нашего психолога, и региональный представитель Лизы Алерт в Пермском крае, в общем, все за него связано, и попросила, он говорит, да, конечно, супер, я съезжу, ну то есть, ну это может быть один раз, там два раза могут помочь, но вот так, что постоянно нет, но они не против этого, то есть им к ним можно обращаться, если рядом с тобой будет коллектив, в котором тебе некомфортно, то ты не будешь помогать людям, сейчас у нас отличный коллектив, Фадеева, кстати, да, человек, который повлиял, наверное, вот Фадеева, она наша Аня, я ее называю просто Аня, наверное, она в чем-то повлияла на то, чтобы я этим занималась, потому что мне с ним было комфортно, изначально мы кормили людей на одной какой-то волне, мы постоянно болтали, и я поняла, что вот человек, который, ну, такой же, как я, и мы можем вместе что-то сделать. у меня были подруги, с которыми я общалась со школы, но интересы разошлись, потому что я начала больше вот времени тратить на поиски, на работу, на бездомных людей, и чаще общаться с теми людьми, с которыми я это делаю, потому что у нас общие интересы, начала больше времени проводить с ними, и поэтому тихонечко как-то мы вот, ну, не осталось у меня под, вот кроме Ирины, с Ириной мы из-за школы, но она и занимается тем же, чем я, поэтому, а с остальными, да, мы немножечко разошлись, но сейчас вот у меня друзья, это все отряд, из отряда ребята, но я думаю, что на самом деле, если бы мы не познакомились в отряде, мы познакомились где-то в другом месте, ну, потому что мы как-то очень друг друга дополняем, но они такие, они с такой же идеей, как у меня, помогать всем вокруг, что-то делать, то есть, ну, какая-то активность, энергия есть, то есть не просто там, не знаю, заходить друг к другу в гости, а встретиться там на поиске, или встретиться на сплаве, встретиться, поехать с палатками отдохнуть, взять и уехать спокойно в другой город, сегодня там сидели-сидели, решили, завтра мы в Чердене, смотрим на старый город, ну, то есть, вот так интересно. Мы другие, мне кажется, это все замечают, ну, правда, другие, даже ты в компанию приходишь, и как-то сразу выделяешься чем-то, то есть, они тебя не понимают, ты такая, ой, я бездомная, кто где работает, я бездомную помогаю, что? То есть, они говорят, ну, ты же с виду нормальная, я такая, ну, да, я и так нормальная, вот, но бывает такое, да, что ты там, когда спрашивают, где работаешь, говоришь, помогаешь бездомным, сразу как-то, то есть, думают, как будто такая, это не земная, но, возможно, это отчасти и правда, потому что не может, ну, просто человек взять, вот так все, представляете, вся страна такая, мы будем помогать людям, перестали работать, ходят, помогают бездомным на улице, ну, тоже не то, по выходным, по выходным тоже помогать, это тоже такой, вид дурости, потому что, ну, свои дела же у всех есть, все хотят там, потусить, погулять и тут людей пойдем искать или там бездомных кормить, если бы у меня на сопровождении или в поиске было всегда по одному человеку, я бы, наверное, больше радовалась, но это всегда несколько человек, и поэтому, когда один случай завершается, ты просто думаешь, класс, но у меня еще три, ну, то есть, вот так это работает, нет такого, что я такая прям, ого, супер, я все победила, нет, я не победила, я только чуть-чуть, я приблизилась на шаг к победе, если человек заселился там в хостел, или человек устроился на работу, это уже какой-то шаг, и мне кажется, что такими маленькими шажочками, я когда-то приду к тому, что я просто пойму, что все, я могу, не знаю, родить ребенка, уйти в декрет, и точно все, все работает, без меня, вот, но пока я делаю маленький вклад, большое дело, через 5-10 лет бездомность не закончить, ну, вот прям на 100%, потому что будут все равно новые люди появляться, их точно, они также будут ссориться с родными, уходить из дома, они также будут попадать на улицу, и они также будут освобождаться из мест лишения свободы, и садиться туда будут, не перестанут, потому что, ну, как перестать, сейчас так много сажают, не перестанут, не перестанут садиться в тюрьмы, не перестанут нарушать либо закон, либо закон нарушать их, вот, человек через 5-10 лет окажется на улице, и желательно, чтобы он сразу знал, куда можно обратиться, уже, пришел, и мы смогли его куда-то сразу заселить, то есть не оставить на улице и сказать, у нас тут мест нет, через, завтра придите, то есть нет, а сразу, вот, если так будет, то будет круто. Программа заселения Каритес точно дает людям, в первую очередь, даже не нам, а людям, шанс на то, что они могут попробовать сначала, то есть вот прям дома, как раньше, когда у тебя был дом, как будто бы с детства, может быть, даже, да, потому что, если там кто-то стал бездомным, лет 19, но до 19 жил дома, попробовать вот снова ощутить вот эту вот именно, вот эти четыре стены, лично твои, никого, никого-то, ты не в гости пришел, тебе не скажут, послезавтра уйди, пожалуйста, ты надоел, а именно свои вот эти четыре стены ощутить, свою, там, свою кастрюлю, свою кружку, свою кружку, это, это, это крутой шанс, мне кажется, это вообще-то крутая ситуация, если мы будем вот людей заселять вот в квартиры, это супер.